В предпоследнем домашнем матче перед зимним перерывом Ивановский текстильщик принимал у себя команду «Север» из города Мурманск. В первом тайме зрители голов так и не дождались. Шанс забить Ивановцам выпадал дважды, но оба раза вратарь соперников парировал удары. Вообще голкиперам в ходе встречи пришлось нелегко. Мокрый мяч не так-то просто поймать. Конечно, вмешался погода, вмешался дождик моросящий, более скользко. Но он все немножко и больше, чем соперник. Повезло Ивановцам во второй половине игры. Второй тайм оказался богат на опасные моменты. На 64-й минуте полузащитник красно-черных Константин Подкорытов со штрафного пробил точно в левую девятку ворот соперника. Голкипер «Севера» к этому оказался не готов. На 82-й минуте мурманчане сравняли счет. А за несколько минут до финального свистка все тот же Подкорытов вывел текстильщик вперед. 2-1 с таким счетом и завершилась встреча. Я благодарю всем болельщикам, которые у нас гнали до последних минут вперед. И сегодня действительно была хорошая атмосфера на стадионе. Нас не критиковали, когда мы пропустили. Наоборот, гнали вперед. И слава богу, Бог нам помогло садить в конце концов. Победе были рады все. Даже обычно суровый главный тренер текстильщика не смог не похвалить ребят. Вот усилия всей команды. Сравной нужно заслужить. И хотеть. И дошли люди, и боролись. Костя умеет это делать. Дай бог, чтобы это нам всегда помогло. Не хотелось бы кого-то отдельно выделять. Сегодня именно за счет команды мы и выиграли. Каждый по чуть-чуть, по чуть-чуть. Просто нашелся человек, который раз поднес зажигалку и зажил то, что нужно. Тренер соперников считает, что победа текстильщику досталась из-за недосмотра судьи. Но, как говорится, победителей не судят. Да, звездный час был. Наши ворота готовы забил за мяча. Все остальное, я думаю, мы переиграли. Были сильнее. Но за то, что за хорошую игру очки не дают. Очки дают. Одержав такую нужную команде победу, текстильщик прочно укрепился на третьей строчке турнирной таблицы. Следующий матч также пройдет на нашем стадионе. В воскресенье 14 октября в 17.00 текстильщик встретится с Карелией из Петрозаводска. Наталья Романова, РТВ Иванова.